Вывих предплечья Вывих предплечья – это смещение суставных поверхностей локтевой, лучевой и плечевой кости относительно друг друга. Повреждение сопровождается резкой болью, деформацией и значительным отеком сустава. Движения невозможны. Диагноз устанавливается на основании данных осмотра и результатов рентгенологического исследования. При необходимости уточнения характера травмы дополнительно выполняется МРТ или КТ. Лечение вывиха в предплечья осуществляется путем их вправления и последующей фиксации сустава гипсовой повязкой в течение 2-3 недель. После снятия гипса проводится восстановительная терапия, физиолечение, массаж ЛФК. Общее сведение вывих предплечья занимает второе место по частоте и составляет от 18 до 27% от общего числа вывихов. У детей вывих предплечья встречается чаще, нередко сочетается с переломом костей плеча и предплечья. Вывих предплечья может быть неполным, суставные поверхности частично соприкасаются или полным соприкосновения суставных поверхностей отсутствует. В абсолютном большинстве случаев более 90% в результате травмы вывихиваются обе кости предплечья. Изолированные вывихи одной из двух костей предплечья наблюдаются редко. Патонатами локтевой сустав образован суставными поверхностями плечевой, лучевой и локтевой костей и окружен тонкой суставной капсулой, которая по бокам укреплена двумя прочными связками. Классификация в травматологии и ортопедии выделяют следующие виды вывихов обеих костей предплечья – задние и передние. Кнутри и кнаружи – расходящиеся вывихи. Кроме того, могут наблюдаться изолированные вывихи лучевой кости, кзади – каппериде – кнаружи – и изолированные вывихи локтевой кости. Виды вывиха предплечья – задний вывих возникает в результате непрямой травмы падения на переразогнутую в локтевом суставе вытянутую руку. Капсулы локтевого сустава при этом разрываются, нижняя часть плеча смещается вперед. Задний вывих предплечья может сочетаться с переломом мышелков плечевой кости у взрослых или с переломом надомышелков плеча у детей. Пациент с задним вывихом предплечья жалуется на резкую боль в области повреждения. Рука находится в вынужденном положении легкого сгибания. Сустав деформирован, увеличен в объеме, активное движение в локтевом суставе невозможно при попытке пассивных движений определяется. Характерное пружинящее сопротивление При осмотре спереди предплечья выглядит укороченным. Локтевой отросток смещен кверху и кзади. В области локтевого сгиба пальпируется нижняя часть плечевой кости. Передний вывих встречается редко. Причиной переднего вывиха предплечья становится прямой удар в область локтевого сустава при согнутой в суставе руке. Такие вывихи могут сочетаться с переломом локтевого отростка. Травма сопровождается резкой болью. При осмотре выявляется удлинение предплечья на стороне поражения за падение в области локтевого отростка. Активное движение в локтевом суставе невозможно при попытке пассивных возникает пружинящее сопротивление. Функция сустава ограничена меньше, чем при задних вывихах предплечья. Боковые вывихи наблюдаются редко. Могут сочетаться с повреждением срединного или локтевого нерва с выпадением чувствительности в зоне нервации. Как и другие вывихи, сопровождаются резкой болезненностью, невозможностью активных движений в суставе и пружинящим сопротивлением. При попытке пассивных движений, наружный вывих предплечья возникает в результате прямого воздействия на локтевой сустав изнутри кнаружи. Редко бывает полным. Сопровождается деформацией отеком, смещением оси сустава кнаружи. Вывих предплечья кнутри также возникает в результате прямого удара, только в этом случае удар направлен снаружи внутрь. Пациент предъявляет жалобы на резкую боль. Локтевой сустав отечен, деформирован, ось сустава смещена кнутри. Лечение вывиха предплечья на этапе оказания первой помощи производится фиксация поврежденной конечности. Необходимая длина шины, от кончиков пальцев до верхней трети плеча пострадавшего. Больному вводят анальгетики и транспортируют в отделение травматологии. Вправление вывиха в предплечье производится травматологом-ортопедом под общим наркозом или местной анестезией. Выбор методов вправления вывиха зависит от вида вывиха предплечья. После вправления передних и задних вывихов гипсовая повязка накладывается на 1-2 недели после вправления боковых вывихов на срок до 3 недель. По окончании этого срока назначают физиопроцедуры СМТ, парафинолечение, электрофорез и лечебную гимнастику. Изолированные вывихи и подвывихи у детей Такие вывихи встречаются достаточно редко. Исключение подвывих головки лучевой кости у детей в возрасте до 5 лет. Преобладающий возраст пострадавших от 1 до 3 лет. Повреждение возникает в результате резкого дерганья, потягивания за руку или попытки удержать ребенка за руку во время падения. Ребенок жалуется на умеренную боль в области сустава. Рука вытянута вдоль туловища. Сгибание в суставе резко болезненно. Определяется болезненность при пальпации локтевого сустава, лучезапясного сустава и предплечья. Рентгенологические исследования при данной травме малоинформативны, поэтому проводятся только в сомнительных случаях. Для вправления головки врач плавно тянет за предплечье, постепенно сгибает руку в локтевом суставе и поворачивает ладонью вниз, одновременно, надавливая на головку лучевой кости. В момент вправления можно услышать характерный негромкий щелчок. Вправление подвывиха головки лучевой кости у детей производится легко, мягко и практически безболезненно. Анестезия и место повреждения не требуется, поскольку доставляет ребенку больше неприятных ощущений, чем само вправление. МКБ 10С53 1С53 0 Общие сведения Вывих предплечья занимает второе место по частоте и составляет от 18 до 27% от общего числа вывихов. У детей вывих предплечья встречается чаще, нередко сочетается с переломом костей плеча и предплечья. Вывих предплечья может быть неполным, суставные поверхности частично соприкасаются или полным, соприкосновения суставных поверхностей отсутствует. В абсолютном большинстве случаев более 90% в результате травмы вывихиваются обе кости предплечья. Изолированные вывихи одной из двух костей предплечья наблюдаются редко. По тонатами локтевой сустав образован суставными поверхностями плечевой, лучевой и локтевой костей, окружен тонкой суставной капсулой, которая по бокам укреплена двумя прочными связками. Классификация в травматологии и ортопедии выделяет следующие виды вывихов обеих костей предплечья, задние и передние, кнутри, кнаружи, расходящиеся вывихи. Кроме того, могут наблюдаться изолированные вывихи лучевой кости, кзади, копериде, кнаружи и изолированные вывихи локтевой кости. Виды вывиха предплечья Задний вывих возникает в результате непрямой травмы падения на переразогнутую в локтевом суставе вытянутую руку. Капсулы локтевого сустава при этом разрываются, нижняя часть плеча смещается вперед. Задний вывих предплечья может сочетаться с переломом мышелков плечевой кости у взрослых или с переломом над мышелков плеча у детей. Пациент с задним вывихом предплечья жалуется на резкую боль в области повреждения. Рука находится в вынужденном положении легкого сгибания. Сустав деформирован, увеличен в объеме, активное движение в локтевом суставе невозможно при попытке пассивных движений определяется. Характерное пружинящее сопротивление При осмотре спереди предплечья выглядит укороченным. Локтевой отросток смещен кверху и кзади. В области локтевого сгиба пальпируется нижняя часть плечевой кости. Передний вывих встречается редко. Причиной переднего вывиха предплечья становится прямой удар в область локтевого сустава при согнутой в суставе руке. Такие вывихи могут сочетаться с переломом локтевого отростка. Травма сопровождается резкой болью. При осмотре выявляется удлинение предплечья на стороне поражения. Западение в области локтевого отростка. Активное движение в локтевом суставе невозможно при попытке пассивных возникает пружинящее сопротивление. Функция сустава ограничена меньшей, чем при задних вывихах предплечья. Боковые вывихи наблюдаются редко. Могут сочетаться с повреждением срединного или локтевого нерва с выпадением чувствительности в зоне нервации. Как и другие вывихи, сопровождаются резкой болезненностью, невозможностью активных движений в суставе и пружинящим сопротивлением. При попытке пассивных движений, наружный вывих предплечья возникает в результате прямого воздействия на локтевой сустав изнутри к наружи. Редко бывает полным. Сопровождается деформацией отеком, смещением оси сустава к наружи. Вывих предплечья кнутри также возникает в результате прямого удара, только в этом случае удар направлен снаружи внутрь. Пациент предъявляет жалобы на резкую боль. Локтевой сустав отечен, деформирован, ось сустава смещена кнутри.